всем привет на канале хамстрит рейда сегодня будет такой обзорчик bitcoin total затронем total 2 из детей выскажу свое мнение сейчас пару дней наблюдая за рынком буду придерживаться того сценария то что я обзвучил озвучил в прошлом видео такова что наконец-то сейчас я вижу полноценный клин у нас есть раз касание сверху два касания и третья но обратите внимание сейчас мне немного не добили верхнюю линию кстати по многим биржам я смотрю что здесь не до бой а поэтому время не шортить не спешите несмотря на то что здесь тоже сильно серьезная зона сопротивления пока что я бы не шортил вот реально то есть лучше рассматривать как осрочно киталом позиции но не шортить даже если вы где-то там на мелком таймфрейме видите с этап шорт если вы входите с небольшим стоп лоссом и если вы берете какой-то импульс лучше сразу выходить с рынка или там стоп лосс передвигать в общем страхуйте себя быстрее фиксируйте профиты выходите потому что а здесь могут нас немного помучить могут мучить несколько недель типа как вот здесь вот здесь да или как вот здесь вот мне нравится вот эта вот ситуация когда сейчас но вот так типа растем 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 потом немного такой какой-то дам снижение в принципе тест 32000 после чего могут сделать еще один перехода и вот здесь могут локально на четырех часах только сломать структуру дайк потому же показывать сигналы например дивергенции на дневном таймфрейме и так далее но пока что пока что ребята нету никаких дивергенций даже на четырех часовом таймфрейме поэтому когда идет такое серьезное движение и нет расхождения там на дневке да не то что на дневке на четырех часах даже нету то это точно не время для шарта в этом случае его будут какие-то расхождения на старшем таймфрейме обычно на дневке и могут даже быть несколько пока что даст наблюдаем можно лонг позиции как а срочно до спекулировать забирать и так глобально в общем я все-таки вижу сейчас сформировался вот такой восходящий клин есть четко три касания сверху мне это уже нравится поэтому я считаю что район 35 36 тысяч возможно забросы там 37 плюс минус да я считаю это будут конечной цели этого всего роста те кто волновики да ребят я не силен волновом анализа но если я что-то неправильно здесь вижу вы меня поправьте в комментариях я вижу следующую ситуацию импульс коррекция импульс коррекция импульс то есть раз два три 4 5 я считаю пятая волна сейчас где-то она заканчивается это все очень напоминает вот этот вот импульс только нисходящий который у нас был раз два три 4 5 ну тут то есть раз два три 4 до 5 и обратите внимание вот этот последний пятый импульс он как правило самый-самый короткий то есть 3 волна она нас обычно сама динамичная последняя пятый импульс он у нас самый такой короткий и от все видно как здесь вот например у нас было раз два вот третье третьего импульс он такой динамичный смотрите у нас перехай до составил примерно 22 23 процента с 23 процента сейчас же вот этот перехай он был всего уже 10 11 процентов то есть у нас идет затухание тренда плюс есть клин и так далее плюс у нас есть не очень хорошая геополитическая ситуация да и война на ближнем востоке это все может обостриться и короче на фоне этого всего у нас происходит рост стране когда еще на фоне этого всего у нас snp валится ребята очень хорошо довольно таки и по snp я вижу возврат 3 500 вообще это все снижение я считаю нам уже где-то закончится там район 3 200 и возможно даже полностью вся эта медвежка если взять возможный уход ниже но так серьезно да это возврата скорее всего это будет перелом а у нас здесь раз два и так вот рейте будет импульс скорее всего 3 200 где-то в этом районе то есть я вижу сейчас snp довольно таки сильное снижение плюс мы видим весь вот этот рост тащила там 45 гигантов да и которые сейчас начинают испытывать трудности и на фоне этого всего естественно у нас биток растет ну что то здесь не то да в данном случае у нас snp начинает опережать события а bitcoin когда вы здесь все шортили соответственно решили дать еще вверх и заманить немного побольше в лонг но тем не менее даже несмотря на весь этот рост если мы откроем финанс фьючерсы посмотрим коэффициент long short мы видим что здесь начинает продолжать шортить 52 процента ёшкин код что вы делаете то есть ребят с такими показателями мы никогда не падаем вот реально вот с такими показателями лучшего коэффициента падения не будет поэтому мысли таковы что здесь будет кота нудно консолидация пока не начнут ланговать пока ланге не будет хотя бы 65 там 70 процентов да скорее всего падать мы не будем поэтому я сейчас надеюсь на консолидацию в момент консолидации биткоина я буду ожидать какой-то рост и отскок альткоинов то есть должно быть еще сформирована фома на альткоинах потому что сейчас отколены в принципе укатаны сейчас будет задача я считаю показать отскок заманить максимум в альткоины еще раз и после чего начать естественно глобальное снижение как по биткоину но так всему криптовалютного рынка но пока альткоины на дне да а биткоин локально в принципе на хаях 35000 то в принципе говорить о падении очень сложно пусть что взять тот же да да если биткоин будет укатываться например в 22 тысячи долларов да то есть там нужно упасть еще на 13 тысяч долларов что будет с дотом куда она катается амплитуда падения альткоинов она намного меньше в этом случае логично будет ожидать отскок по альткоином какая-то заманушка такое движение и только потом уже до вода сформируется окончательная фума естественно начать глобальное снижение но пока что локальный я его не вижу и так что я ожидать буду здесь я считаю что здесь сейчас может быть какие-то перехай то есть локально сейчас позже перейдем дальше я считаю мы можем открыть из все-таки 32 тысячи долларов и в этом случае естественно биткоин пулей скорее всего от купят и будет еще один перехай сформируется что-то здесь такой после чего будет падение что-то похожее здесь да вот обратите внимание мы установили новое дно отскок ртс уровня еще раз скорректировались и после чего естественно пробили этот уровень подобная ситуация здесь ртс уровня отскок возможно только в этом случае будет перехай и после чего естественно глобальное снижение это все может растянуться месяц запросто может быть плюс-минус до нужно будет наблюдать но я считаю этот месяц он где-то закроется здесь следующий месяц мы еще увидим какой-то рост соответственно и под конец месяца скорее всего увидим глобальное снижение ну в общем плюс-минус как-то так за этот месяц есть на у нас альта может показать какой-то очень интересный отскок по поводу альты я советую только спорта я советую лучше не фьючить нальте купить на какой-то выделенный депозит немного альты то есть не улынется так же самое 2300 процентов вы можете выделить на альту на спот взять какой-то отскок в принципе и выйти все то есть это не тот случай когда нужно там улын и до последнего а вот по биткоину можно немного тренинда и на фьючах если вы имеете это дело конечно же лучше всегда отдавать предпочтение спот торговли сейчас мы пройдемся по то там после чего локально bitcoin посмотрим еще тотал тотал остается прогноз с прошлого раза в принципе в силе я вижу движение вверх до вот этой вот равновой линии желтая на желтого канала не знаю или тоже клин здесь будет рисоваться в общем по тотал я вижу еще запас движения вверх возможно да сейчас какой-то немного рост от к до после чего естественно вот так вот тотал сюда дотянет но рост этого тотал может состояться на альткоинов по большей степени в общем пока что так же самое здесь план такой что рост от его сюда а перехай вот этот вот кстати у нас здесь 0 3 уровень еще чуть повыше как раз немного его проколоть в общем ожидает total немного выше возможен откат до возможен откат из отката только пробить вот этот уровень total 2 здесь ситуация интересно есть такой нисходящий треугольник но он как бы локально в рамках если отдалиться мы видим более глобальный нисходящий треугольник по альтея есть вероятность здесь она поджимается что будет пробитие и соответственно следующая цель это верхняя граница это примерно 630 миллиардов долларов допустим да будем смотреть может такое быть что тоже какой-то откат после отката это все пробьется то есть примерно вот так я ожидаю цель 700 миллиардов принципе слишком многовато отдаю всего 20 процентов на такой сценарий тем не менее все возможно да но я считаю что вероятность сюда да она высокая но сюда и считаем маленькая вероятность тем не менее если total 2 мы видим он подходит сюда скорее всего нужно активника начинать избавляться от альткоинов в своем портфеле то есть фиксировать прибыль если же здесь альта у нас не удержит да и пойдет вниз total 2 соответственно тогда все следующая поддержка фиолетовый блок но я все-таки до склонен тому что увидеть пальто и нам какой-то еще отскок и из детей доминация сказал да пробел от рановой линии следующая поддержка у нас 5 и 8 процентов примерно случае снижения из эти доминации вот сюда скорее всего нужно уже прощаться с вашим криптовалютным портфелем и выходить фиат почему такие вот цели глобальные давайте вернемся сейчас и посмотрим индикатор ребята вот смотрите на дневном тайфрейме у нас нет никаких расхождений да у нас россия экстремально высоко находится восемьдесят шесть процентов она доходила это очень серьезный показатель вот у нас здесь где-то начиналось атак но мы должны бы увидеть какое-то расхождение то есть какое-то снижение дальше еще один перехай в этом случае у нас и россия будет показывать дивергенцию это будет уже хороший такой повод чтобы искать точки входа шурок но не сейчас стахастик конечно в зоне перекупленности но он не обращаем на него внимание по магде такая же самая ситуация нам нужно увидеть расхождение на индикаторах пока что в принципе говорить за шарты рано 12 часов подобная ситуация хотя у нас на магде вырисовывается шартовый сигнал да она скользяшки то есть голубая скользящая сверху вниз перетянула красную это как правило за шартовый сигнал у нас показывается но вот если мы сейчас еще кольнем перехай из 8500 потом можем скорректироваться имейте это ввиду локально приближаемся четыре часа сразу синдикаторов на четырех часах я вижу еще рост у нас то хастик есть куда расти еще немного видите плюс на магде то есть у меня такой сейчас сценарий локальный цена может сейчас выйти сюда тестировать 35 500 35 700 сделать перехай и в этом случае у нас будет уже дивергенция на а россия и скорее всего на магде и в этом случае здесь нужно построить можно будет локально какой-то шаркет взять я думаю но там с целями 33 до возможно 32 попробовать нужно встретили остановка вот если есть остановка попробовать карла с коротким стопом все-таки можно шаркет взять в общем я посмотрю да ну пока что вижу рост главное аккуратно увидеть остановку не так что еще с лимитку поставить у вас там вижу вдруг там палка это будет или сквизовое движение просто да поэтому нужно будет крайне аккуратно в общем 4 часа я сейчас перехали вижу расхождение у меня есть маленькая лон позиция напрям открыто 34000 с копейками здесь при перехали готов и полностью закрыть в общем 4 часа я вижу рост час на часе такая же самая ситуация в общем по разным биржам у нас здесь рисуется а вот такие вот треугольники да как бы вымпел бычий как бы все красиво но я думаю не все так сладко в общем у нас побежим тоже разные треугольники где-то вот такой где-то верхняя граница вот такая где-то у нас например на coinbase он наоборот у нас здесь поджатия то есть у нас бычий треугольник рисуется на что-то вот такое обратите внимание то есть по каждым бежим у нас разные треугольники в общем примерно верхняя граница 35000 нужно будет смотреть да возможно уже 35000 готов буду зафиксировать лонг позицию но шорт нужно смотреть мне бы хотелось какого-то увидеть перехали да здесь и дальше уже по ситуации действовать на без фанатизма в общем локально вижу еще рост 35 500 возможно 36 где-то плюс-минус скорее всего 36 не дойдет вот этот перехай который еще возможно увидим дальше очень важный момент естественно сегодня воскресенье завтра закрывается у нас недельный тайфрейм возможно завтра сделал еще какой-то краткий обзор по биткоину именно локально уже так рассмотрю но скорее всего у нас неделька закроется бычья плюс у нас обратите внимание на индикаторах и россия и в принципе подходит зоне перекупленности на вот стахастик есть еще куда расти обратите это внимание поэтому какая-то консолидация как раз у нас тахастик здесь уже дойдет зоны перекупленности и можно будет уже потом снижаться и так у хороший лонг конечно же у нас здесь есть на 38 уровень это 32 тысячи долларов то есть если bitcoin сюда будет спускаться обратите внимание здесь можно будет рассматривать лун позиции но с каким-то таким добором например 31000 да и стоп нужно ставить длинный стоп 29 600 я бы сказал но то есть у меня здесь больше доли вероятность того что здесь мы увидим реакцию покупателя то есть сразу скорее всего это не пробьется нужно нужно понимать что это сильный уровень который пробился у нас третьего раза то есть раз-два до с третьего раза и потом протест это уровень он как правило сразу не пробивается то есть мы будем здесь видеть реакцию поэтому если какие-то шарты здесь нам дадут допустим вы возьмете да топ 32000 уже сто процентов нужно будет этот шорт полностью закрыть рассмотреть лонг позицию на позицию набирать и аккуратно желательно делать добора там 32000 31000 добор и стоп где-то 29 600 я уже сказал с целями на еще один переха или плюс-минус здесь вторая вершина в общем нужно будет смотреть но я считаю что нормально здесь можно бы словить какое-то лонговое движение в общем глобально высказался локально тоже я высказывался ребята если будь что-то интересно завтра возможно краткий какой-то обзор сделал по локальной ситуации есть большое количество сигналов которые говорят о том что скорее всего здесь где-то будет окончание движения но пока что буду придерживаться своего глобального сценария что мы зашли в зону продавца плюс да у нас есть фибол глобальная но третий уровень здесь чуть-чуть не добили плюс 0 6 уровень естественно это фиба на вот этот вот импульс вот скорее всего мы ее добьем здесь по консолидируем ся и увидим потом серьезное нисходящее движение буквально пару слов эфириум и там альткоина смотрите по эфириуму вообще интересная ситуация он на самом деле дострелял до сюда но он не поглотил все это падение то есть вы посмотрите по эфириуму что я буду ожидать мощь странно сказать да по эфириуму честно здесь нисходящий канал у нас идет и в принципе его первое сопротивление вот этот граница нисходящего канала и здесь может все уже закончится вот такой сценарий может быть плачевный на самом деле из позитивного сценария если эфириум пробивает сюда до любой какой-то ретест и соответственно у него открывается поход 2250 долларов примерно что это у нас такое здесь здесь у нас будет также самое клин восходящий будет третий подход плюс здесь у нас будет 0 5 уровень 0 5 уровень вот к этому всему импульсу поэтому здесь будет сильное сопротивление плюс здесь есть блоки да мы видим такие вот эфириум если будет расти если все хорошо это отскакивать естественно эфириум тоже дает рост цели по эфириуму я сказал 22 2250 долларов верхняя граница и здесь я бы фиксировался здесь можно будет рассматривать шорт позиции но пока что наблюдаем до сценарий как все будет развиваться по альте я смотрите альту которая не отстреляла открываете днем недельный тайфрейм смотрим что у нас на недельке здесь рост у нас даже если взять много альта а дневка так уже заходит дневка тоже в принципе рост вот неделька смотрите скл вообще никуда не отскочил до понимаете но есть запас куда расти а и микс такая же самая ситуация в общем пройдитесь пальте посмотрите где девай dx например о девай dx уже пробивается вы смотрите как по хорошенько пошел июня июня обратите внимание блин хороший проект все но она там стоит на месте есть куда расти смотрите десер но и такие щитки у десерта щиток я считаю вот здесь просто отскок и нужно будет крыть тем не менее пройдитесь а пальте тот же супер супер файл обратите внимание тут то есть на рост у него есть запаса куда расти получить хороший экскоп поэтому рассмотрите альту которая не отскочила то есть не нужно залетать покупатель ту которая уже показала сколько типа например линка там еще некоторых зайдите вот которая еще на дня на дне и никакого роста не было в такой тупо заходите и ближайшие пару недель я думаю она вас приятно удивит ребята это все на сегодня пишите комментарии обязательно поддержите лайк мои труды и я с вами прощаюсь возможно до завтра пока